Ну что, бывают два Амстердама, туристические и нетуристические. Они по-разному прекрасные, каждый приезжает сюда, выбирает тот тип отдыха, который ему интересен. Мы, конечно же, выбираем нетуристический вид отдыха и знакомимся с городом по-настоящему. Поехали! Ну что, Амстердам, как и любой город Европы, начинается с вокзала. Здесь очень крутой вокзал, на самом деле. Здесь все очень хорошо организовано для гостей города, пассажиров и местных жителей. Отдельного внимания стоит обратить на его архитектурное строение, на транспортные узлы, на связки и так далее. Но круче всего, конечно, то, как он организован для велосипедистов. Как видите, вот здесь старая стоит баржа, и на ней сделали абсолютно бесплатную парковку. То есть реально обычную баржу пришватовали на реке, да, и дают возможность людям пользоваться бесплатно парковкой. Почему так? Потому что недвижимость очень дорогая, а эта история, по сути, металлолом плавучий, да, а они ведь используют для блага жителей и гостей города. Так, ну и, конечно, крутая новость для рациональных путешественников, да, для тех, кто понимает и считает свое бюджетное путешествие. И вот эти паромы, которые ходят с каждой, не знаю, 5-10 минут, абсолютно бесплатные, они сделаны для того, чтобы люди могли комфортно перебираться с одного берега на другой берег. Конечно, есть автобусы и такси, можно заказать даже Теслу, но какой крутой локальный опыт можно получить на таких паромах? Ммм? Бесплатно. Друзья, прямо за мной вот там находится гостиница Double 3. Это новая гостиница, которая открылась на территории бывшего порта и где были судостроительные доки. Вообще, это место очень прикольно, потому что здесь большое количество офисов, крафтовых мастерских, прикольных мест, надо поесть, потусить, погулять. Очень много арт-объектов и очень много крутых галерей, поэтому будете смотреть жилье в Амстердаме. Обязательно смотрите не центр, где очень дорогие, очень маленькие номера, а вот подобные большие гостиницы с панорамными окнами и видом на весь город. А еще здесь поют петухи. Такое ощущение, что находишься реально в какой-то деревне, такой голландской деревне. Короче, голландцы любят красоту, любят арты, стрит-арты. И вот они взяли обычный туннель, украсили крутой плиткой в португальском стиле азулежо, с крутым дизайном, крутым рисунком, прямо на вокзале. Чтобы все любовались, ишли на работу, любят с работы, в хорошем настроении. Вот там находится Амстердам Централ. Туристический город начинается сразу напротив Амстердам Централ. Мы же пошли чуть правее вот сюда. Крутые, красивые дома. Абсолютно оригинальной формы и разного года постройки. Конечно же, каналы. И наше первое место с точки зрения местной кухни называется Стюбхаринг. Скажу честно, не знаю, как оно правильно произносится, потому что, мне кажется, я какое-то заклинание выговариваю, произнося это название. Но это то место, где подают блюдо, которое нужно есть холодно. Погнали. Короче, рыбы мы не поели. Оказывается, они не принимают мастер-карт, карточку. Аналика у меня, к сожалению, нет. Поэтому буду пробовать завтра. Или, может быть, надо похожее место в другом районе Амстердама. Но стоит сказать, что даже в таких маленьких киосках, казалось бы, да, обычных киосках, люди прекрасно говорят по-английски, без кота, акцента, еще чего-то. Мне кажется, это очень круто. Как минимум для того, чтобы сориентироваться и нормально пообщаться, это, мне кажется, очень удобно и очень круто. Поэтому за это им респект, конечно. Так, ну и, конечно, если хотите увидеть город, город Амстердам, вам нужно пройтись по третьему, а лучше даже по четвертому каналу. Это одни из самых дорогих районов с недвижимостью. Одни из самых прикольных с точки зрения архитектуры и комфорта. Конечно, там крутые дома, плавучие дома, классные апартаменты. В многом новой и старой недвижимости. Это, конечно, суперкрутая история. Например, да, дома построены лет, наверное, 100-200 назад. Пример современного здания, стилизованного под исторический стиль, да, Амстердама, в котором еще и ремонт проводится. И, пожалуйста, там современный дом на воде. Крутое, с пальмами внутри. Комфортный для жизни. Круто же. Конечно, единственная проблема, которую бы я, наверное, исправил, это убрал бы парковку от канала, потому что, ну, вся красота, конечно, на канале. И было бы круто, чтобы был пешеходный, как бы пешеходная зона вдоль каналов, да. А, соответственно, парковка была бы ближе к домам. Наверное, рано или поздно это сделать, но пока в данный момент парковка немножко меняет, конечно, да. Немножко впечатление, смазывает впечатление от такого комфортного, красивого района Амстердама. Не поев рыбы, мы нашли новое место, которое называется Sweet Bob. Амстедам feel creamy. Ну что, давайте проверим. Ну что, прошло время, по-русски сладенькое. Ребята делают очень прикольные конфеты ручно работы. С очень оригинальным вкусом. Как можно не любоваться таким видом из окна? Смакую чашечку бразильского кофе. Класс. Короче, друзья, это бомба, просто бомба. А вот как раз демонстрация того, зачем нужны эти краны и почему у них так наклонены дома. У ребят поднимается полностью окно, для того, чтобы поднять какой-нибудь диван или большой телевизор. Они просто натягивают канат и поднимают его с пола. Круто. Ну и внимание, пожалуйста, обратите на то, как зарос плющом дом. И вообще, на сакон офигенный. Хочется старость положить вот именно так. В таком красивом старом винтажном доме. И Порш морской волны. Классно. Друзья, ну и конечно, если хотите поужинать. Или пообедать. Или позавтракать. Но главное сделать это вкусно и правильно. То на тихих улочках Амстердама, где живут местные ребята, есть крутое кафе, называется Плак. Или Плук. Короче, я не знаю, как это произносится по-местному, но пишется это как Плак по-английски. Очень крутое место. И недорогое. Называется Ван Степпелли или Ван Степпл. Очень крутое шоколадное печенье с белым шоколадом внутри. Горячее. Друзья, ну, по-моему, это лучший вид на город. В конце крутого дня. Да, кофе, конечно, утром эта тема. А еще, знаете, что вот тот граффити нарисовал всем известный Кобра? Угу, именно он. Это подарок. Когда открыли эту верфь, он решил взять такой подарок. Классно же? Пора собираться. Вообще, конечно, странная погода. Реально, только что было солнце, набежал туман. Обещают, да, вообще-то, плюс 16. Непонятно. Продолжение следует... Мега-машина, конечно. Вот именно вот так живут местные в Амстердаме. С первым солнышком выходя кушать, бранчевать или там обедать. Просто на спокойной, тупой площади. Классно же? Это же Фантомас. Где же наш Луи де Финес? И его полиция. Параоны. Нереальная тачка. Вот мне интересно, это основной вход или это запасной вход? Потому что такой куст, честно говоря, врагу не пожелаешь. Какие все-таки крутые вот эти кафешки, которые в угловых домах. Реально. Конечно, для полноценной веранды места у них нет. Но если говорить про их креативность, они придумали себе такие классные. Скамеечки со столиками. Прямо возле дома. Круто же? Чилить, как местное. На своем крыльце. Класс. Друзья, ну, если хотите узнать, как отдыхают и живут местные, конечно, вам нужно в первую очередь отправляться в район, который называется Джордан. Это реально комфортный, спокойный, очень уютный район Амстердама, который абсолютно недалеко от центра. Буквально там, не знаю, в паре кварталов от тех каналов, где большое количество туристов. Кстати, вот я сейчас сижу на канале, где с этой стороны комфорт, уютно, большое количество местных лавок, магазинов, мастерских, кафе и так дальше. А с другой стороны стандартные вот эти сайкси-эн-туры, которые стоят там, не знаю, 25-30 евро. А о чем он, непонятно. Короче говоря, выбирая район, где погулять, есть выбор. Туристический Амстердам на той стороне и нетуристический для настоящих сити-эксплореров на этой стороне. Выбор за вами. А это уже пацаны, прям пацаны катаются на своем каное. Вау, такие вот ботики, конечно, уже для местных. Здесь индивидуальная экскурсия, катаетесь не по маршрутам, которые заготовлены по своему выбору. Очень круто. Как у местных. Крутое место. Крутые сэндвичи, натуральные продукты фермерские. И, конечно, вы же посмотрите, какой там колоритный дедуля сидит и читает газету. Класс. Я вот все думал, какой же велик будет самым мощным. Ну, с точки зрения конструкции и рамы. Мне кажется, этот фаворит номер один. Все вилки, рамы, все детали, все продублировано, все супер толстое, мощное. Он, наверное, тяжелёщик. Ну, это вечно-вечно транспорт. Очень прикольный. А какие колеса? Короче, друзьяшки. Ну, музейная площадь сама по себе, конечно, место туристическая. Но здесь прикольно отдохнуть и почирить, если хорошая погода, как сегодня. Это национальный музей. Там сложно, непредносимое название. Конечно, он платный. Если пройтись вот здесь, то здесь очень крутые особняки, которые сейчас типа офиса, типа магазины. Вот там вот на солнышке Ван Гог Мюзем. Очень крутое место. Не очень дорогое, но прям крутейший музей. Собственно говоря, парк, где можно потусить прямо на траве. Ну, и, конечно, вот если интересно посмотреть, дорогое премиальное жилье, это, конечно, вот сюда. Это улочка, где вы можете увидеть очень уютное, очень комфортное и очень престижное недвижимость. Короче, круто. Короче, рядышком с музеем Ван Гога есть вот такой вот прикольный парк и здание, которое они построили новое, оно реально в форме ванной. Такая акриловая ванна. Говорят, что местным это очень не нравится. Ну, не знаю, мне кажется, неплохо получилось. Все сидят на солнышке. Класс! Вот, честно говоря, такое ощущение, что нахожу сообщение в Амстердаме, хотя это реально в 100 метрах от музейной площади. Просто посмотрите на эту красоту. Чисто, никого нет. Ну, да, конечно, дурацкие есть мусторные баки, но рано или поздно их уберут, но в целом, как здесь, круто. И тихо. Самое главное, тихо. Нет туристов. Так, ну что, звание самого мощного велика в Амстердаме получает этот красавчик. Очень мощный, очень тяжелый, очень быстрый и очень устойчивый. А главное, вместительный. Хочешь, сумки повезе, чемодан. Хочешь, жену, собаку, детей, все что угодно. Круто. А еще, если вы любите бейглы, то в Амстере есть прикольная сеть, заведение. Она не очень большая, там 3-4 заведения, но при этом, это реально крутые бейглы с очень прикольными авторскими, там, начинками, соленые, сладкие, какие ты хочешь. А мы сейчас туда не пойдем, потому что уже торопимся на самолет, но в целом, если любите бейглы, то эти ребята выигрывали даже соревнования международные в Штатах, как одно из самых крутых мест, которые умеют реально делать бейглы. Так что очень круто. Ну вот как понять этот Амстердам? Утром был туман, днем лупило солнце, и сейчас снова туман. А далее Амгете да почти не видно самолеты из Кенни Эйрвейс. Непонятно. Ну что, вот и подошло к концу путешествия, такой короткий отдых на пару дней. Еще раз убедился в том, что существует два Амстердама, туристические и нетуристические. Конечно, выбор остается за каждым. Каждому убирать тот сценарий отдыха, который ему нравится больше. Наверное, в качестве рефлексии после отдыха в Европе есть несколько городов, куда хочется возвращаться. Не потому, что они очень большие, или они очень... там проводится большое количество, не знаю, фестивалей, и чего-то еще. Нет, просто потому, что они какие-то очень близкие по духу тебе. И сюда хочется возвращаться. И мы вернемся сюда снова. Обязательно. А теперь пора домой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok